МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С днем ангела, дорогие именинники! Для облеченных властью одним из важнейших качеств является справедливость. Умение судить не за подарки, не по пристрастию сердца, а по истине это важнейшее качество правителей. Для этой цели, символизируя эту идею, древнегреческая богиня правосудия, потом римская Фемида, имела завязанные глаза, чтобы судить не по виду очей своих, а по чувству сердца, по совести и закону. Есть имя, которое произошло от понятия справедливости. Юстиниан или Устина происходит от римского слова юстус, то есть справедливость. Сегодня Святая Церковь совершает память человека, носившего это имя. Он был благоверный царь, император византийский, и звали его Юстиниан. Вместе с ним поминается и празднуется память его жены, царицы Феодоры. Юстиниан жил в VI веке. По происхождению был славянин. Это был выдающийся деятель, не только церковный, но и политический. Он также был и юристом, составлял свод законов, строил храмы, благоприятствовал проповеди христианства, победоносно воевал с варварами. И вообще был человек широкого ума, эрудиции и богатых дарований. До сегодняшнего дня мир хранит память, архитектурную память о делах Юстиниана. Самыми большими храмами его эпохи были Святая София Константинопольская и храм Святой Екатерины на Синайской горе, монастырь. Царица Феодора, супруга Юстиниана, была в юности, в молодости человеком с сомнительной нравственности. Однако сумела покаяться, сумела исправиться. И Юстиниан, полюбивший ее, простую девушку незнатную, взявши в жены, сделав царицей, потом нашел в ее лице для себя и друга, и помощника. Она успешно помогала мужу и в политических, и в военных, и в дипломатических делах. Юстиниан был изрядным богословом. В его годы велась борьба с возродившейся ереющей монофилитов, с оригенистами, нестарианами, до сих пор терзавшими церковь. Юстиниан много молился, читал богословские сочинения, наставил на духовном образовании клира и монашества. И до сегодняшнего дня, кстати, мы поем на богослужении гимн, вышедший из-под руки этого благоверного царя. Речь идет о литургической песне «Единородный сын», которая поется на втором антифоне на божественной литургии. Так случилось, что полторы тысячи лет уже отделяют нас от Юстиниана и его эпохи, но до сегодняшнего дня стоит София, хотя не христианский храм на мечеть или даже музей скорее, и до сих пор поется гимн, который написал сей благоверный царь. Хочется пожелать вам, дорогие именинники, чтобы и после того, как вы уйдете из этого видимого мира, дела ваши, добрые дела оставались, напоминали о вас и были знаками и свидетельством добро прожитой вами жизни. Кроме Юстиниана и Феодоры, мы сегодня рады поздравить с Днем Ангела Филиппа, Дмитрия и Григория. Радуйтесь, имена ваши написаны на небесах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова